Дорогие хозяюшки, дорогие хозяева, здравствуйте! Сейчас я хочу вам показать очень быстрый, простой способ засолки огурцов. Он необычный. Не знаю, может быть, вы о нем уже слышали. Я так солю огурцы уже давно. Он заключается в том, что огурцы солятся в пакете. Они получаются малосолами и очень быстро засаливаются. Буквально в течение одного-двух дней уже они достаточно соленые и вкусные. Я всегда делала огурчики целиком, если они были крупноватые, но разрезала наполовинки. И где-то на второй день только, может быть, они просаливались. А недавно я побывала в гостях у одной замечательной хозяйки, которая подсказала мне способ, как еще можно ускорить созревание этих малосольных огурцов до нужного вам состояния. То есть этот способ заключается в том, что огурцы нужно резать. Мы отрезаем попки и режем произвольно на дольки наши огурцы. Вот так вот. И таким образом мы их будем засаливать. Мы складываем их в пакет. Пакет лучше брать потолще, потому что он может порваться. Таким образом мы нарезаем все наши огурчики. Попки, конечно, мы выбрасываем. Вот так вот на дольки. Мы режем наши огурчики и складываем в пакет. Так же мы с вами поступаем с чесночком, который вы берете столько, сколько вам хочется. Вот у меня и домашние огурчики в этот раз, и домашний чесночок такой симпатичный. Я взяла где-то одну головку небольшого чеснока. Так же у меня здесь укропчик, тоже свой, с огорода. И листики черной смородины. Но они очень ароматные. Вы можете добавлять в эти огурчики все, что у вас есть. Если у вас есть корень хрена, например, или стрелки чеснока, вы тоже можете это все добавить. То есть вы делаете так, как вам больше нравится, какую травку вы больше любите. Вы и базилик можете туда добавить, в общем-то. И еще какую-нибудь травку. Тархуна, ориганна. Ну, если вам нравится этот запах. И тмин. Ну, в общем, любые специи, которые вам по душе. У меня здесь полкило огурцов. И, соответственно, на это количество огурцов нам нужна будет еще соль и сахар. Я сейчас все порежу, сложу в пакет. И дальше вам покажу, что я буду делать. Я порезала 500 грамм огурцов на произвольные дольки. Вот такие. И измельчила чеснок, головку, тоже на дольки произвольные. Теперь я беру листики черной смородины и руками вот так вот рву их. Чтобы они дали больше своего вкуса огурчикам. И так же я поступаю с укропом. Я его сейчас порву. Вот так. Ой, уже аромат пошел. Очень вкусно. Немножечко это все перемешаю. И теперь наша задача на полкило огурцов положить чайную ложку соли крупной и чайную ложку сахара сверху. Здесь немножечко меньше, поэтому я добавлю. Мы закрываем пакет, завязываем его, завязываем. Вот так. Вязали. И теперь трясем. Чтобы все, что у нас в пакете лежит, перемешалось с солью и сахаром. Кстати, сюда еще можно положить перчик горошком. И душистый, и обычный. Какой больше вам нравится. Острый можно положить перчик, чили. То есть вы делаете все по своему вкусу. Вот так вот мы перемешали наши огурчики. Теперь мы убираем их еще в один пакетик для того, чтобы они не протекли. на всякий случай. Я завязываю еще и второй пакетик. Вот так. И вот эти наши огурчики. Немножечко они у меня полежат на кухне при комнатной температуре. Можно несколько часов, часа три. А потом я их уберу в холодильник. И через 12-24 часа, в зависимости от того, как вы больше любите более соленые огурчики или менее соленые огурчики, вы получите хрустящие, очень вкусные, малосольные огурцы. А способ нарезания вот такими вот небольшими кусочками ускорит этот процесс. Я желаю вам попробовать обязательно эти очень вкусные, хрустящие, ароматные огурчики, которые наполнены летом вкусными травками, чесночком и зеленью. Я прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого хорошего и хорошего настроения. До следующих встреч, дорогие друзья. Пока-пока.